здравствуйте друзья вы на канале азбука жизни на кубани сегодня у нас небольшая поломка у мото культиватора него оборвала основной штифт пришлось снять вот эту вот запчасть и аккуратно обварить обварили вот таким вот образом обваривали не сплошным швом виде вот таких вот прихваток сплошным ни в коем случае нельзя обваривать поскольку это может саму запчасть повести и будет деформация то есть обваривать нужно очень аккуратно и умело если конечно самостоятельно не удается это сделать лучше отдать специалисту который это сможет сделать но мы обошлись своими собственными силами поскольку запчасти это отремонтировано устанавливаем ее на место обязательно ставим специальную скобу штопорное кольцо для того чтобы культиватор устойчиво был установлен не упал его можно установить вот таким вот образом то есть основной руль перевернуть и руль будет выполнять функцию опорных элементов то есть это вот такой вот небольшой секрет как можно культиватор устанавливать для того чтобы он твердым твердо и устойчиво был установлен на поверхности таким образом можно поменять фрезы культиватор культиватор с одной стороны держится на транспортировочном колесике а с другой стороны на опорных элементах самого руля фрезы фрезы чуть-чуть подняты будут таким образом кверху их легко можно будет обслуживать менять ну в общем вот таким вот образом культиватор устойчиво можно устанавливать и обслуживать это мы установили ремень привода ну и вот таким вот образом мы обслуживаем вот таким вот Нева Нева Робин с японским двигателем Субара мощность три с половиной на нашем канале Азбука жизни на Кубани есть отдельный видео выпуск где рассказывается о всех характеристиках и параметрах данного мотокультиватора ну вот для наглядности делимся то каким образом мы обслуживаем сейчас мотокультиватор это открутили опорную рейку опорная рейка мотокультиватор это тоже очень важный элемент поскольку без опорной рейки или если опорная рейка некорректная мотокультиватор будет работать некорректно и в процессе применения проще говоря будет сильно дергаться и подпрыгивать вот данная заводская опорная рейка тоже была немного переварена то есть увеличена на 10 сантиметров в длину заводская была несколько короткая поэтому пришлось ее переделать эксплуатации данный мотокультиватор у нас уже длительный период данный мотокультиватор оснащен качественным японским двигателем благо сам двигатель не подводит работает исправно безусловно были некоторые технические неисправности меняли трос с цеплением ну естественно ремень в эксплуатации мотокультиватор где-то 12-13 лет у нас уже в целом мы этим мотокультиватором очень довольны он компактный вес небольшой около 55 килограмм его легко транспортировать можно в одиночку как говорится его погрузить в багажник автомобиля за счет того что он по весу небольшой но при условии если поснимать все дополнительные его элементы фрезы здесь фреза всего лишь одна одета поскольку мы его сейчас настраиваем под питью ватку и чесноком а так на него можно применять около 6 фрез до 6 фрез мотокультиватор может потянуть ну вот так вот мотокультиватор выглядит в сборе подготовлен для работы в данном случае будем делать культивацию чеснока он нам заменяет мототяпку также мы производим и в скобку огорода им за счет того что добавляются дополнительные фрезы вот таким вот образом мотокультиватор него подготовлен к работе когда будут производиться когда будут производиться работы связанные с копкой культивацией обязательно нужно убрать транспортировочное колесо ну и далее применять мотокультиватор в работе на этом все спасибо что смотрите наш канал а звука жизни на Кубани продолжение о мототехнике следует в последующих выпусках всем пока пока в следующем году в следующем году Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...